всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 7 апреля вот теперь когда первая теплица у меня полностью укомплектована то есть я сюда высадила все томаты и сейчас самая моя главная задача только обеспечить им комфорт довести их без ущерба для их внешнего вида для здоровья до периода когда можно здесь их открытыми без подогрева держать вот теперь пришла мне пора начать обустройство подготовку 2 теплицы к высадке рассады которая стоит вот здесь и ждет своей очереди напомню что здесь у меня обогрев грунта грунт грела перед тем как высадить и обогрев инфракрасными обогревателями во второй теплице грунт не греется мы сейчас пройдем посмотрим на теплица у меня самая старая старейшая из всех какие у меня есть здесь видите как красиво здесь поликарбонат светлый все светло эту теплицу мы ставили в прошлом году а та теплица ей не знаю восемь девять лет может быть даже десять я даже не помню когда она у меня появилась но очень давно сейчас мы туда перейдем и вы увидите какая разница она не так красиво поликарбонат не так прозрачен если честно после этой вот светлой красивой теплицы не хочется туда заходить но нужно пойдемте вот эта теплица старушка сейчас зайдем вы видите что поликарбонат тут вот внизу он уже такой непрозрачный матовый и кажется как будто бы он грязный но это не грязный это с годами он приобретает такой вид и вот эти потеки они уже не отмываются тут хранится хранятся мои вот эти чудо лопаты зиму лежали грабли и пленку и дуги я уже принесла вот смотрите как я говорила что я всегда проверяю по сорнякам если сорняки растут не обварены они морозом бывает их даже морозу так прихватывает когда сильно если им здесь комфортно значит можно начинать высадку и в эту теплицу тут конечно сейчас все начнется сначала снова принесу гра этот градусник для грунта но тут и без градусника так и так буду высаживать потому что тут уже видно что температура такая что видите сколько конденсата тут очень жарко днем прогревается но тут есть как такие нюансы что сразу всю теплицу я высадить здесь не смогу потому что с краев вот сейчас у нас ночью один градус 2 градуса 3 градуса с краев будет очень холодно тут нет высоких грядок тут нет обогрева грунта и с краю будут условия некомфортные для томатов даже если здесь днем тепло хорошо ночью все-таки отсюда будет холод и я буду высаживать только вот эти два ряда которые вдоль дорожек лишние стаканчики которые надо ращивание в открытый грунт или куда ну короче все которые лишние буду выставлять на эту дорожку высажу пока два ряда будет закрыта как всегда дугами будет закрыта вот уже принесла не тканкой будет закрыта пленкой я проверила сделала испытание раз в той теплице без обогрева у меня же сейчас там не включенный грунт не подогревается не воздух воздух раз там без обогрева при ноле при минус 1 градусе под пленкой под дугами там прекрасно 10 градусов держится значит можно повторить и здесь и еще в крайнем случае если уж будет сильно холодно у меня есть вот инфракрасные обогреватели и как раз вот эти томаты будут стоять в зоне их действия в зоне их обогрева еще про землю хочу сказать вот уже прочитала в сообщениях что пишут у меня открыла теплицу у меня земля как зеленая как бы плесенью покрытая мхом каким-то что делать это что ничего страшного видите обычно когда весной заходишь если здесь была вода видите оттуда все тут текло тут была сырость эта зелень она возникает очень часто ничего страшного перекопать прорыхлить все короче вторая теплица начинается все сначала с нуля нужно конечно немножко протереть еще раз эти ну стеночки перекопать землю натаскать сюда вот этих дуг еще каких-то дополнительных пленок чтобы в случае можно было прикрыть и начну высадку посчитаю день когда вот здесь спрашивают когда вы начнете сейчас подготовка дня два потом посчитаю день когда перед этим теплая погода чтобы прогрелся здесь грунт закрою прям двери чтобы земля была прям горячая теплая и на следующий день после жаркого дня начну высадку у меня будет как там у меня искусственный подогрев грунта греющей лентой а здесь будет естественный подогрев грунта перед высадкой солнышком обычно он прогревается очень хорошо нам же сейчас нужен только верхний слой пока корни распространяются пока распространяться в нижние слои там тоже все прогреется все до свидания